Друзья, всем привет, с вами Яков, и мне очень приятно, что вы смотрите данный ролик, в котором, в свою очередь, мы с вами поговорим о Колдуне. О Колдуне, который существует в нынешнем мете, в реалиях патче 2.6.0, задача которого разносить полностью весь стрит, что касается трэша, то есть белых мобов. Если в этой толпе мобов будет еще находиться синий летный противник, то это тоже отлично. Ну а в случае с желтым элитным противником, тут он чисто в помощь Некроманту. Что касается этого Колдуна, то ролик на данном канале был очень давно, с тех пор билд изменился, и в принципе, уже как два патча подряд, он идет на плюс-минус одинаковых настройках. И если вы уже устали от Некромантов, и хотите поиграть немножко с другими персонажами, то вот вам как раз-таки Колдун, билд экипировку которого я предлагаю рассмотреть. Итак, для начала это Лонн Колдун, то есть это тот Колдун, который играет в сети Наследие Кошмаров, который в свою очередь будет увеличивать нам урон на 100% за каждый древний предмет, который будет на нас надет, а также уменьшает получаемый урон на 4% за то же количество древних предметов. А максимальное количество предметов, включая эти два кольца, равно 13, это значит, что на 1300% может увеличиться наш урон, и на 54% мы будем получать меньше урона. Повторю условия, все предметы должны быть древние. Ну с этим мы разобрались, а теперь давайте посмотрим, что это за предметы. В руки мы берем Шинкователь Ву. Этот нож будет неплохо нам поднимать урон от умений Призрачный Шквал. Если у вас по каким-то причинам такого ножка не найдется, то можно в принципе взять другой, который называется Священный Пожинатель. Он будет увеличить количество стаков умений Ажатва Душ до 10. На запястье мы надеваем наручи украшения Лакумбы. Эти наручи будут уменьшать получаемый нами урон. То есть в зависимости от ножа, который вы будете использовать, урон, входящий в вас, будет уменьшаться или же на 60%, или же на 30%. В качестве перчаточек мы используем Обжигающий Холод. Для того, чтобы увеличить урон от холода, ну вот допустим на моем случае на 20%. В качестве брони мы используем Керасу Акилы, чтобы получать на 50% меньше урона, когда у нас не будет проблем с маной. То есть тогда, когда она не пересечет рубеж 90%. На голову мы надеваем маску Лик Андреэль. Эта маска, если конечно вам повезет с аффиксом, будет увеличить нашу скорость атаки, а также урон от холода. На плечах мы используем на плечи Короля Скелета. В принципе можно использовать абсолютно любые наплечники, но в этой связи эти будут смотреться здесь просто идеально. Так как мы получаем, можно так сказать, дополнительную пассивочку, которая время от времени будет срабатывать, то есть спасать нам жизнь. Во вторую руку мы берем оберег Взгляд Смерти. Этот оберег будет нам позволять увеличить урон от нашего менее призрачный шквал. В идеальном случае на 150%. В качестве штанов мы используем болотные штаны. Они нам нужны для того, чтобы тоже увеличить урон от нашей стихии, то есть от холода. В качестве амулета можно использовать в принципе любой. Обязательные условия конечно же, чтобы он был древний. И конечно идеально, чтобы на них были такие аффиксы, как крит урон, вероятность критического удара, а также урон от нашей стихии, конечно же холода. Если у вас имеется подходящий амулет адского пламени, то безусловно лучше использовать его. На пояс мы надеваем колдовской час. Для увлечения нашей скорости атаки, а также критического удара. На ногах у нас находятся призрачные башмаки. Так как в этом билде мы не будем использовать такое умение, как поступь духа. А это значит, что у нас будут проблемы, когда мы будем проходить через противников. Точнее были бы проблемы, если бы мы не имели эти башмаки. А их наличие от проблем нас полностью избавляет. То есть в любой случае мы можем выйти из толпы, или убежать из-под удара, и также спокойно в эту толпу вернуться. Что касается кубок анает, то в рубрике бижутерия у нас там находится колечко пустоты. И мы по противнику будем наносить на 300% больше урона, если на ней будет на временном находиться мстительный дух, а также рой саранчи. В рубрике броня у нас располагается маска ерма, для увеличения урона от нашего питомца на 100%. Ну и в рубрике оружия у нас находится нож про добрей. То есть когда мы будем атаковать противника, будут раздаваться такие взрывы, которые будут наносить в свою очередь урон в размере 250% урона от оружия. То есть тут конечно долгое описание этого аффикса, но в принципе он работает именно так. Ну а теперь давайте разберемся, что мы должны ролить в наших предметах. То есть очень нас интересует наша скорость атаки. То есть скорость атаки вы ролите, где это только возможно. В перчатках, в двух кольцах, в вашем конечно же ноже. Ну и получится конечно найти скорость атаки в лике Андреэль, как и в поясе. Второй показатель, который нас очень интересует, это урон от холода. Кроме таких предметов, как маска, штаны, а также перчатки, урон от холода мы должны поднять в следующих предметах, как наручи, а также амулет. Ну и не забываем про наш атакующий скилл. Это конечно же умение призрачный шквал. И его, если получается, мы должны выловить в следующих предметах. Это наша маска, ботинки и если получится оберег. Ну и если вы будете использовать нож и шинковать льву, то увеличение урона от этого умения будет конечно же заточено в аффиксе ножа. А из самоцветов мы используем для увеличения урона проклятия плененных, а также головорез. А для увеличения скорости атаки мы используем усилитель боли. И это в принципе все, что касается экипировки, а теперь давайте разберемся с билдом. Из пассивочек мы используем медленную смерть. Для того, чтобы наши умения мстительный дух, а также рой саранчи действовали практически бесконечно. Беспокойные духи будут нас избавлять от проблемы с маной. Ритуал доверия будет увеличить наш урон в ближнем бою. Жуткая трапеза тоже будет увеличить урон только за счет сферок здоровья. Но если вы будете использовать амулет адского пламени, то неплохо там смотрелась бы пассивочка болотная гармония. Для того, чтобы уменьшать получаемый урон определенного типа, в зависимости от количества противников, которые находятся рядом с вами. Но теперь давайте разберем наши активные умения и первое это мстительный дух с руной ядовитый дух. То есть это первое умение, которое будет запускать с баф на увеличение урона от кольца пустоты у нас в кубе. А благодаря руне ядовитый дух, мы по тем противникам, которых поразит данное умение, будем наносить на 20% больше урона. Второе умение, которое будет запускать с баф кольца пустоты, это рой саранчи. И руну мы используем в туче насекомых. И в итоге мы будем получать на 25% меньше урона от тех противников, кого поразит рой саранчи. Жертва душ и руна немощь. С помощью этого умения мы будем бафать свой урон, а также нашу стойкость. То есть будет подниматься показатель нашего интеллекта, а это по сути наш урон, так же как сопротивление ко всем стихиям. Поднимем броню, а также будет запускаться на ручь украшения лакумбы. И с помощью нашего умения призрачный шквал мы как раз таки будем наносить наш основной урон. Так как пока я не использую нож шинковать льву, то у призрачного шквала я беру руну кровопускания. Для того, чтобы себя выхиливать каждый раз, когда шквал будет поражать противника. Но еще у нас остается два умения. И эта связочка по сути будет бафать наш урон. Первое это объятие смерти с руной единства жизни и смерти. То есть мы с помощью этого умения будем выделять такую зону на земле. И вот когда противники будут погибать в зоне действия данного умения, то с определенной вероятностью могут появиться на свет такие собаки-зомби. Которые нам пригодятся для применения следующего умения, которое называется жертвенный обряд. И используем руну раздразнить сфору. То есть мы по сути будем уничтожать нашу собаку. И данного умения будет появляться такой стак. За каждый стак умения мы будем лечить свой урон на 20%. Максимальное количество стаков равняется 5. Что означает, что на 100% мы в итоге можем лечить свой урон. Ну что ж, в принципе это все же касается билда, а теперь давайте разберемся с геймплеем. Итак, как только мы с нашей группой появляемся в Лигом портале, мы двигаемся вперед. Если какое-то маломальское скопление противников уже было обнаружено, то монах в это время уже начинает стягивать их к себе. И на земле появляется святая святых. Мы в эту святую святых забегаем и прожимаем наше умение жратва душ. Затем мы начинаем бафать свой урон. Первый начинаем на противника отновешивать умение мстительный дух. Пару раз повесили умение мстительный дух на противников, и начинаем раскидывать нашу роль саранчи. Не трофите сразу начинать атаку. Лучше дождитесь того момента, пока вы будете уверены на 100%, что практически на всех противниках висят такие поменения как мстительный дух, а также роль саранчи. Как только вы в этом убедились, в принципе уже можно начинать атаку. Перед атакой на противников примените умение объятия смерти. И начинайте их атаковать призрачным шквалом. После первой-второй атаки противники начнут погибать. А это значит будет появляться собаки-зомби. Как только собаки у вас появляются, то сразу же применяйте умение жертвенный обряд. Это умение будет приобретать стаки, что в свою очередь будет увеличивать варом урон. Умение объятия смерти, в принципе, будет быстренько откатываться. Поэтому как только оно откатилось, сразу же это умение применяйте опять к противникам. Противники будут погибать, обратно будут появляться собачки-зомби. Вы их опять будете уничтожать, тем самым увеличив свой урон. И так далее, и так далее, и так далее. В это время ваш фарвар-саппер будет к вам стягивать противников. Во всяком случае он должен это делать. Если, конечно, таковые есть в наличии. А новые противники, это означает, что на них тоже надо навешивать такие умения, как птицинский дух, а также роль саранчи. И если вы эту новую полчищу демонов видите, которая к вам приближается, на них тоже навешивайте эти умения. Потому что одновременно работающие духи, а также саранча, это значит, что будет работать полноценный урон от кольца пустоты. С толпой разобрались, можно, в принципе, перемещаться дальше. Если по ходу вашего движения вы видите, что уже заканчивается баф от умения жертв подуш, и если на пути следования встречаются противники, то это умение, конечно же, можно повторить возле них. Даже с учетом того, что вы не будете сражаться. Новая точка боя, допустим, образовалась. Монах начинает стягивать ближайших противников к себе. Варвар потихонечку их подтягивает. А это значит, что вам опять надо бафать свой урон. Как? Ну, думаю, это вы уже знаете. На всех навешиваем цитильный дух, рой саранчи, перед атакой применяем умение объятия смерти, атакуем противников, и когда появятся собачки-зомби, а они обязательно появятся, мы их начинаем уничтожать для увеличения своего урона. Вот это, в принципе, простой и незамысловатый геймплей у лонг-колдуна. И так мы действуем, пока не появится босс в портала. А когда появляется босс, мы можем его атаковать, тем самым какой-никакой урон будем наносить. Но если вдруг до босса мы нашли какой-нибудь пилон, допустим, ту же силу, то колдун может смело за этим пилоном сбегать. Что второго дамагера-убийцу боссов не покидали такие саппорты, как Монах, а также Барвар. И это, друзья, в принципе, все, что я хотел вам рассказать по поводу данного колдуна. Его никто нерфить не будет. Я сейчас говорю о том, что работает камень-головорез, а также кольцо пустоты. То есть люди так дали понять, что геймплей этот их устраивает. И, в принципе, это отлично. Их устраивает, нас тем более это устраивает. Так что с помощью этого колдуна можно очень хорошо играть. А на этом моменте я свою роль буду заканчивать. Я надеюсь, он был для вас полезным и информативным. И если вы хотите поиграть вместе с помощью колдуна, то я, во всяком случае, уверен, что вы теперь будете знать, как он работает. На этом моменте я с вами прощаюсь. Спасибо, друзья, за просмотр. И, как всегда, желаю вам удачи в сезонном походе. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе. Вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока.